Здравствуйте, Катерина! Представляю я не только Ставропольский край, но и весь Северокавказский федеральный округ, потому что у нас есть много соседей с юга и с востока нашего края, их республик несколько, и мы с удовольствием как бы работаем на этой территории, поэтому могу сказать целиком за Северокавказский федеральный округ. Ну, касательно семян, наверное, я бы начал еще раньше, нужно начать с подбора сорта, да, для начала, а потом уже переходить к их обработке. Так вот, сортов множество в нашем замечательном реестре, вот каждый из них имеет и положительные, и отрицательные качества. Мы остановились на сортах Харьковской селекции по той простой причине, что они самые скороспелые и засухоустойчивые. То есть сорта европейские тоже имеют место быть в крае, и, наверное, все равно суммарно их больше, чем, например, наших сортов. Наши сорта занимают приблизительно в округе где-то процентов 30. Вот, но в хороший год европейские сорта показывают себя неплохо, как только год сухой, они сильно проваливаются. Это неудивительно, потому что созданы они в условиях гораздо более мягкие. Ставропольский край, основная его масса, основная его площадь, это засушливая зона. И горох, кстати, сеется именно в засушливой зоне. Если вы посмотрите на статистику, то в благодатной Кубани и тех районах Ставрополя, которые к Кубани ближе, горох не очень любят. Там сеют свеклу, там сеют кукурузу, сою, то есть те культуры, которые дают большую отдачу при наличии влаги и плодородных почв. А горох в основном выращивается в сухой части края, и засухоустойчивость очень важна. Поэтому, как бы, мы делаем выбор на скороспелые, засухоустойчивые сорта, которые даже в самый тяжелый год дают нормальную отдачу. Конечно, они не волшебники, если год сухой урожайности их снижается, но не настолько, насколько снижается урожайность европейских сортов. Вы там, кажется, спрашивали про обработку семян. Да, семена мы обрабатываем обязательно, причем сами это делаем и рекомендуем нашим партнерам делать это сразу. То есть подработка семян гороха, ну, по крайней мере, в нашем случае мы ведем ее осенью, глубокой осенью, то есть после того, как оборудование освобождается от подготовки семян зимой пшеницы, то есть после того, как заканчивается, ну, самый главный в нашей зоне сев, потому что ни для кого не секрет, что на Северном Кавказе основной сев это азим, и он занимает практически половину посевных площадей. Это пшеница, это ячмень, это рапс. И вот после того, как оборудование освобождается, мы сразу начинаем готовить семена гороха для посева, потому что горох из остальных культур, которыми мы занимаемся, самый ранний. Вот мы их готовим. Естественно, в ноябре, в декабре семена должны быть уже готовы. Мы обрабатываем семена обязательными. Вот скажите, какие сорта, то есть Харьковская селекция, ну, можете назвать? Мы занимаемся, у нас три сорта Харьковской селекции, это Царевич самый раннеспелый, это Глянц, тот, который имеет, скажем так, средне-ранние сроки созревания, это Девиз, который среднеспелый. Не зря мы занимаемся тремя сортами по группам спелости, потому что для гороха это очень важно. Уборка гороха, ну, мы до нее дойдем с вами, это венец технологии, и имея всего лишь один сорт, ну, можно рискнуть, часть его не убрать, либо тогда ты ограничен в площади. Имея несколько сортов, можно увеличивать площадь этой культуры. Вот, плюс у нас зарегистрирован в этом году сорт нашей селекции, нашего предприятия, называется он Цезарь. Вот, еще реестр не вышел, но уже мы получили документы, и с нового года он будет внесен в государственный реестр. Соответственно, он уже тоже находится в первичном семеноводстве, вот, и надеюсь понравится нашим клиентам. Поздравляю. А подскажите, какие его качества, раз мы о нем заговорили? Все, все предельно просто. Это адаптированная версия глянца для территории Северного Кавказа, то есть он еще более засухоустойчив, он немного отличается по морфологии, но те, кто его начнут выращивать, это увидят. Но основное, что он лучше выдерживает засуху. Засуха на востоке Ставрополя, кто это знает, это очень серьезно. Дальше, да, мы перешли к севу. Когда вы сеете? Ну, для того, чтобы посеять рано, а сеем мы рано. Мы уже горох посеяли. Вот сегодня у нас с вами какое там, 23 марта, да, по-моему? Да, 23 марта. На сегодня мы уже получили исходы. То есть в этом году зима была более поздняя, точнее весна более поздняя, февральских окон как таковых практически не было, они были условны, поэтому мы закончили сев в конце февраля. Обычно в стандартный год сев мы проводим приблизительно в середине февраля. Естественно, для этого, как вы правильно сказали, и семена, и самое главное, поля должны быть абсолютно готовы. То есть поля под горох мы готовим осенью, причем заблаговременно. То есть поля уходят в зиму ровные, свободные от растительных остатков и готовы к посеву, потому что мы знаем, что как только пригреет солнышко, мы заходим в поле. Сеем горох как можно рано, как можно раньше, и именно по этой культуре актуальна пословица «сеешь в грязь, будешь князь». Причем у нас все бывают такие как бы дни, когда вроде бы грязь, а за техникой уже пыль. Вот такой парадокс, наверное, тем, кто находится на широте той же границы Ростовской области со Ставропольским краем и севернее, этого не понять. Ну, так имеет место быть. Интересно. А дальше, да, вы сеете, как вы, то есть какими сиелками, какую расстановку семян выбираете, стараетесь ли экономить на семенах или вот развертись душами? Сиелки в каждом из хозяйств, у нас же несколько сельхозпредприятий, вот какие сиелки есть, теми сеем. И это большой плюс данной культуры, потому что она не требует специального оборудования, специальной техники, то есть обычная зерновая технология, абсолютно никаких сложностей. Единственная норма высева гороха, ну, повыше, чем у зерновых культур, поэтому сиелки должны загружаться часто, это сокращает производительность, потому что частые остановки на загрузку семян. Поэтому, естественно, если есть сиелки, не буду перечислять их марки, у нас таких нет, есть сиелки с небольшими бункерами, вот для гороха они не очень интересны, особенно если гоны длинные, это приходится тогда тем людям, у кого такие сиелки, заправлять их с двух сторон поля, вот это сильно сокращает производительность. Второе, как бы, что важно, нужно, чтобы посевной материал был полностью готов к использованию. Мы и для внутренних нужды на продажу используем бигбэги с верхним и нижним клапаном, это очень удобная упаковка, то есть для загрузки семян необходим только трактор с подъемником, они всегда есть в колхозах, в хозяйствах. И такой метод загрузки не травмирует семена, что очень важно. Я, кстати, оговорюсь, мы занимаемся семеноводством гороха давно и специально для этого приобрели французскую технику Дорис, потому что она позволяет бережно подрабатывать семена гороха. Обычно, если сухой или пересушенный горох в сельхозпредприятии для собственных нужд пропустят через обычную зерновую линию, то он сильно теряет скорость за счет того, что он травмируется при перемещении с места на место путем там ковшей, нори и так далее. Вот та техника, которую мы используем, она создана специально для гороха, имеет прорезиненные узлы и агрегаты для того, чтобы горох не травмировался. И путь его движения очень небольшой. То же касается и протравочной линии. На обычных протравочных машинах, которые предназначены для протравливания гороха, этот самый процесс протравливания носит сложный характер. Всхожесть сильно падает за счет травмирования. Причем, даже если визуально семена остались целыми, микротравмы не видны. Тем не менее, схожесть падает. Вот на это нужно обратить внимание. Именно поэтому лучше, если вы покупаете семена, приобретать их уже протравленными, ну по крайней мере у нас, потому что мы делаем это бережно. И лучше все-таки готовить семена с осени, когда он еще не пересох. Потому что если горох лежит всю зиму и вы готовите семена ранней весной, то он уже теряет влагу дополнительно и становится более хрупким. То есть его подготовка сопряжена с еще большими потерями. И это влияет на урожайность, естественно, да? Ну естественно, если вы хуже посеете, это будет влиять на урожайность. Вообще, был у меня такой замечательный учитель, но он уже понятно отошел в мир иной, потому что когда он меня учил, ему уже было 70 лет. Владимир Михайлович Плищенко, он долгое время работал главным агрономом, руководителем хозяйства, потом ушел преподаватель и кандидат наук доцент. Он всегда говорил, что получить дружные исходы – это половина успеха, это правда. Вот по гороху очень важно получить дружные исходы, потому что семена крупные, если запоздать со сроками сева или посеять его редко там, ну в целях экономии семян или я не знаю еще в каких целях, то вы получите рваные исходы. Вот особенно если влага пограничная, то есть вы опоздали со сроками сева, верхний слой почвы подсох, какое-то семя упадет в сухую почву, какое-то во влажную, а семена крупные. Для всходов и набухания семян необходимо большое количество влаги. Его в почве нет, вы нарываетесь на рваные всходы. Рваные всходы – это не только низкая урожайность, это снижение устойчивости к полиганию, то есть редкий горох ляжет. Поэтому для сортов гороха усатого типа, не полегающих, причем неважно какой селекции, харьковской, российской, французской, немецкой, не менее одного миллиона растений должно быть в уборке. Если его будет меньше, он у вас обязательно ляжет до того, как вы успеете его скосить. Поэтому сеять миллион двести в надежде и сеять качественно, что к уборке будет не меньше миллиона. Тогда вы отлично уберете горох без потерь. Спасибо. Ну а уже норма, все знают, посчитайте из массы тысячи. Иногда, если горох крупный и за 400 килограммов выходит норма, вот тут тоже надо смотреть, все ли сеялки могут посеять такую норму. Не все. Американские сеялки в большинстве своем тяжело сеют такую норму. Европейские не все, да и российские не все. Ну то есть не все они для этого предназначены. То есть надо выбирать, да. Если сеять горох, то есть сеялку нужно выбирать именно с позиции того, способна ли она на большие нормы высевать. Естественно, мы не просто боремся с сорняками, мы не оставляем им никакого шанса на развитие. Потому что, как вы правильно сказали, горох это одна из самых слабых культур, с самой слабой конкурентной способностью по отношению к сорнякам. Мы, конечно, даем им забег путем раннего сева. То есть мы посеяли горох, сорняк еще какой-то всходит, какой-то не всходит. Но это преимущество нужно продолжать поддерживать. Кстати, именно по этой причине не идет зимующий горох. Почему? Потому что сеют его глубокой осенью, он растет слабо, в это время зимующий сорняк чувствует себя вольготный. Поэтому зимующие горохи, мы присматриваемся к ним, присматриваемся, но поля очень сорные получаются. Еще не видел я ни одного зимующего гороха, который не заросший с дальнейшими проблемами в уборке. Поэтому самая главная задача, правильно вы сказали, чтобы горох не зарос. Решается это не только в посевах гороха, решается это в посевах предшественника пшеницы, подбирая хороший гербицид, обеспечивая высокую культуру земледелия в пшенице. Потому что если предшественник у вас зарос асотом, что бы вы ни делали, как бы вы ни боролись в гороховом поле с сорняками, у вас ничего не выйдет. Поэтому, естественно, общая культура земледелия, сельхозпредприятий, которые собираются горох выращивать, должна быть на очень высоком уровне. Именно поэтому, хотя ничего не могу сказать, не хочу сказать персонально, но именно поэтому те хозяйства небольшие, у которых нет энерговооруженности, они, как правило, с горохом обжигаются. То есть они пытаются его посеять, посеют, положат приличные деньги в норму высева, потому что семена дорогие. Ну как, не то, что они сильно дорогие, но их много надо посеять. И есть много нюансов у технологий, они оказываются разочарованными. И самая главная причина разочарования, то, что они получают горох заросший. Так вот, первое, самое главное, предшественник должен быть чистым. Второе, под горох нужно пахать, пахать вовремя для того, чтобы поверхностный слой почвы был завернут вниз и все сорняки из поверхности были зарыты глубоко и не смогли взойти в этот год. И поле должно быть закультивировано с осени, как правило, дважды. Вот весной, естественно, мы должны сеять после какой-то обработки почвы. Почему? Потому что даже в феврале месяце уже есть холодостойкие сорняки, проростки которых мы имеем перед севом горох. Либо баронование, либо культивация в зависимости от состояния поля обязательно перед севом, потому что эта обработка дает забег гороху. То есть мы даем фору, уничтожаем сорняк и сразу сеем горох. Если мы с вами весной посеем горох без обработки, значит сорняк начнет расти раньше, чем горох. Дальше вы ему ничего не сделаете. Второе, что мы делаем, есть такое замечательное орудие, называется ротационная мотыга. Они у нас есть. Их несколько. И мы обязательно горох мотыжим. Мотыжить мы начинаем с первого настоящего листа. Мотыга убирает только нитевидные проростки. Поэтому если вы прозевали этот прием дня на три, то уже его эффективность будет гораздо ниже. То есть при возделывании гороха самый главный человек на поле это агроном. От того, насколько он правильно назначит дату проведения вот этой обработки ротационной мотыги в сильной степени зависит частота гороха. В отдельные годы даже трижды мы мотыжим. И в эти годы иногда удается избежать обработки гербицидами полностью. То есть бывают годы, не каждый год, когда мы гербицидами не работаем, а заменяем их тройной обработкой ротационной мотыги. Но такие годы встречаются не всегда и не часто. Поэтому гербицидами горох нужно работать. Гербициды должны быть на складе. Потому что в этом году я думаю, что сейчас мы в поле работаем гербицидами пшеницу. Уже сейчас опрыскиватели в поле. И думаю, что через неделю, может быть дней десять, мы уже должны будем, в зависимости от температуры, как горох будет расти, мы уже должны будем обрабатывать его гербицидами. Какие есть варианты? Да, люди знают разные варианты. Есть варианты, я даже не знаю, как правильно, наверное, ДВ правильно назвать, а то, что у нас будет это лоббирование интересов того или иного производителя. Но, по крайней мере, есть гербициды трех групп. Это бентозон, его основоположник был басфовский базогран. Это МЦПА, его опять же основоположник был байеровский агритокс. И это имазамокс, его, скажем так, первый препарат это был пульсар басфовский. Вот эти три схемы, ну, в принципе, применяются. Мы применяем схему только с имазамоксом. То есть, это пульсар производства компании басфов. Вот его мы применяем, причем применяем мы немножко не так, как написано в регламенте. Во-первых, мы применяем более низкую норму, там в регламенте 0,75-1 литр мы применяем нормой 0,6, потому что та норма, которая указана, горох сильно давит. Вот. И мы применяем его, там написано, с одной до трех пары листьев, мы применяем с двух до трех. То есть, не пары, а трех настоящих листьев. Потому что позже третьего настоящего листа работать нельзя. Горох сильно страдает. В сухих условиях, если прижать горох гербицидом, все дальше скатываешься в урожайность 20 центнеров. Все, других вариантов нет. Именно по этой причине нельзя, по нашему мнению, применять препараты МЦПА. Они дешевле, но они всегда давят горох. Мы видели применение этих препаратов в Орловской области, например, которая тоже славится площадями гороха. Там проблем нет, потому что там не так жарко, там больше влаги, там более плодородные почвы, там МЦПА применяют. В сухой зоне применять МЦПА противопоказанно. Бентозон или базагран, помимо того, что он тоже достаточно дорогой, его проблема заключается в низкой эффективности. Он контактный, поэтому часть сорняков он не уничтожает по многолетникам, не работает вовсе, и после него горох зарастает. Но правда, горох он очень мягкий. Поэтому вот по нашему мнению, тот разумный баланс, это имазамокс или пульсар, мы его применяем почти всегда, почти всегда. Но еще раз повторюсь, бывают годы, когда мотыга позволяет нам не применять гербициды. Эти годы всегда бывают самыми урожайными, потому что даже самый лучший, самый мягкий гербицид, это яд для растений, он все равно снижает урожайность культуры в обязательном порядке, он тормозит ее развитие. Поэтому воспитывайте квалифицированных агрономов, которые могут на месте. И это нельзя сделать из кабинета, это нужно часто быть на поле, по гороху особенно. Бывает, что утром еще нельзя мотыжить, а уже в обеденные часы можно. И точно так же нитевидные проростки растут моментально. Поэтому надо четко назначать сроки. Иногда бывает, что попадает. Спасибо. Я как раз хотела спросить, как вы узнаете, когда надо их мотыжить? Это мастерство. Знаете, как говорят, что у каждого врача есть свои кладбища, вот у каждого агронома есть свои неурожаи. Обязательно. И только те, которые могут критически оценить, почему был неурожай, только те вырастают в хороших. Остальные остаются такими, как ими есть. Если у агронома виноваты все, кроме него, значит он недоучится. Золотые слова. Давайте, если мы говорим о вредителях, о сорняках, давайте сейчас поговорим о вредителях, которые ползают и едят горох. Есть даже те, которые летают и тоже едят, они не пользуются. Вот. Кто это и как вы с ними боретесь? И каждый год они разные или есть вот какие-то постоянные? Гороху, знаете, повезло. Повезло ему, потому что на нем вредят в основном только специфичные вредители. Есть такие культуры, да? Есть культуры, которым достается от многоядных вредителей. Гороху не достается, потому что до тех пор, пока разовьются многоядные, мы его уже скосим. Он рано убирается. Горох – это первая культура в уборке, в принципе. Вот отсюда и надо понимать, что за ним нужно хорошо ухаживать. Представьте, что вы его посеяли в конце февраля, а убрали уже в конце июня. Ему нужно всего-навсего четыре месяца нет, а точнее брут, а фактически три месяца нет, чтобы вырасти по пояс, дать урожай. То есть любая ошибка урожай снижает. Это надо понимать. Слишком мало времени, он слишком быстро формирует массу. Вредители у него только специфичные. В нашей зоне их два. Ну, те, с которыми мы боремся. Возможно, три. Есть еще гороховая тля, иногда вредит персиковая тля, но это бывает не каждый год, а основных – это два. Первое – это свекловичный долгоносик. Как вы говорите, это нахалы, которые летать не могут, только ползают. Причем интересный вредитель существуют только женские особи, мужчин у них нет. Поэтому они размножаются, откладывая яйца без оплодотворения, тем самым размножаются более интенсивно, чем другие виды, которые требуют все-таки полового процесса. То есть неважно, какие условия, он обязательно будет. Свекловичный долгоносик вредит сильно, потому что поедают сроды. В наших условиях его немного, мы, как правило, обходимся краевыми обработками. Если в сельхозпредприятии есть свекла в севообороте, но судя по названию, все должны понимать, что его будет много. Эти особи будут ждать, когда вырастет горох, потому что свекла сходят позже, чем горох. Они сначала поедят горох, а потом переходят на свеклу. Причем, несмотря на то, что летать не могут, ходят далеко. В хозяйствах, которые сами выращивают свеклу, либо соседи выращивают свеклу, им обрабатывать нужно будет посевы гораздо более интенсивно и обязательно. Мы не всегда обрабатываем. То есть смотрим по повреждениям. Он повреждает, объедает лист. Лист характерно с краев. Это видно, как только первые повреждения мы видим. Увидеть его вживую не всегда представляется возможным. Он живет скрытно, питается ночью, имеет землисто-серый цвет. Ходит небыстро. Поэтому по повреждениям. Повреждения появились, обработали. Если они только с краю сделали краевые обработки. Если полностью. Он не стоит препаратам. То есть любые дешевые инсектициды прекрасно его снимают в стандартной дозировке. Эти обработки мы делаем не каждый год. Как правило, если год неблагоприятный для него, его не бывает. Ну в наших условиях. Опять же, в сухой зоне, видимо, свеклы нет. Поэтому он предпочитает. Или она, не знаю как правильно, предпочитает более влажные условия. Второй самый, скажем так, вредоносный объект животного происхождения – это брухус или гороховая зерновка. Он есть всегда. В нашей зоне в обязательном порядке. Говорят, что там, где дальше на север он не всегда зимует, потому что зимует у него личинка внутри зерна горохова. В нашей зоне он бывает всегда. Он летает, начинает он летать, когда только появляется первый бутон. Поэтому обрабатываем мы на товарных посевах единожды, на семенных посевах дважды. Потому что мы стараемся на семенных посевах, чтобы цветение удлинялось, даем им минеральное питание дополнительно. Ну в виде припосевного внесения подкормки мы не делаем. И он цветет долго, вынуждены работать дважды. Потому что можно эффективно поработать только по живому жуку. Когда самка отложит яйцо, дальше уже личинку взять невозможно. Она внедряется внутрь зернов и питается так. Если прозевали, то ваш горох не купят ни заготовители на товарные цели, вы не приготовите из него семена. Потому что часть зерен будет внутри жучком. Ну, наверное, те, кто варят крупу, узнает. Касательно препаратов, любые инсектициды хорошего качества, но в двойной дозировке. Потому что жук летает, питается слабо, вы должны на него попасть. Мы пробовали много разных препаратов. Есть дорогостоящие продукты, фосфорорганика, никотиноиды. Но поверьте, эффективность их ниже, чем двойная доза перитроида. Ну, так мы, по крайней мере, делаем. Больше вредителей, слава богу, нет, за исключением тех лиц, которые хотят пастись на горохе, поэтому поля нужно размещать подальше от массовых проезжих дорог, к сожалению. Несмотря на таблички, которые мы ставим, несмотря ни на что, убедить граждан, которые любят попастись, полакомиться на поле, невозможная и бесполезная. Беда в том, что не столько они берут этого гороха, сколько они вытаптывают, потому что с краю они не хотят клевать, им надо зайти как можно дальше. Горох в это время плотный, его начинают как бы притаптывать, и ущерб от этих вредителей порой бывает больше, чем от бурохуса. Но мер борьбы, к сожалению, эффективных пока не придумано, поэтому самая главная мера борьбы – подальше от проезжих дорог размещать поля. У нас есть в этом плане большая сложность, у нас есть селекционные участки, где мы занимаемся селекционным процессом, а там деляночки маленькие, он более крупный, причем он разного экотипа, разного вида, цветет разным цветом, и это манит вообще тех хамов, которые просто хотят там надергать по нескольку бобов. Поэтому здесь мы вынуждены еще дальше размещать внутри поля товарного, чтобы лень туда была зайти. То есть вот в этом, когда спрашивают, что сложно в селекции гороха, я говорю, сложнее всего уберечь от несанкционированного вандализма. Это правда. Мне осталось, собственно, две темы, вот, про питание гороха и про уборку гороха. Вот. Вы даете питание? Если можно, да. Питание. То есть нужно понимать, я уже сказал, что за три месяца она формирует от начала до конца, поэтому если ей ничего не дать под корень, дальше кормить бесполезно. Она должна, эта культура, брать что-то из почвы. Во-первых, у нас общий уровень агротехники высокий, мы кормим и удобряем пшеницу, то есть он использует после действия, ну, и даем фосфорное удобрение. Азотом перекармливать горох нельзя, потому что он уменьшит азотфиксацию, этого делать нельзя. Вот. Калий, ну, в нашей зоне не актуален, у нас почва калием богата. Поэтому фосфорное припосевное внесение. Но опять, делаем это не каждый год. Если год сухой, запасы влаги небольшие, внесение бесполезно. То есть мы не получим эффективность. Если запасы влаги хорошие, то вносим. Ну да, правило об агротехнологии. Да, касательно уборки, вы абсолютно правы. Это венец технологий любой культуры. В горохе особенно, потому что много я видел полей у наших знакомых и незнакомых, когда они сделали все правильно и не получили почти ничего. Потому что горох та удивительная культура, которую можно похоронить за несколько дней. Нужно четко понимать, что горох должен быть убран за 3-5 дней. Если у вас нет такой возможности, если у вас комбайны только наемные, например, или своих комбайнов мало, то вы должны его площадь как раз таки планировать, исходя из производительности комбайнов. Как только горох созревший поймал первую дождь, он сразу будет ложиться, несмотря на то, какие бы не были сорта. Вот не слушайте рассказы продавцов дорогих сортов. Если вы не уберете его за 3-5 дней, горох будет ложиться увеличивать ваши потери. У нас один из сортов царевич имеет, скажем так, генетическую устойчивость к осыпанию, у него плотная, прочная семяножка, но это все равно лишь дополнительный день-два. То есть это не значит, что как лен масличный, например, культура может в поле стоять недели. То есть горох нужно убирать своевременно. Нужно обязательно уменьшать обороты барабана, не все комбайны позволяют это делать. К некоторым комбайнам мы приобретаем так называемые ходоуменьшители, потому что стандарт комбайна это минимальные обороты барабана 400 оборотов в минуту. Для гороха это много. Его поколите, будет много кола, будет низкая схожесть, если нужно на семена. Вот. И горох нельзя убирать пересушенным. Поэтому агроном опять, как и с сорняками, должен быть в поле постоянно. Бывают дни, когда утром горох убирать еще нельзя, а в обед уже можно и нужно. И этих дней всего два-три. Вот это самое главное. Очень часто те, кто превысил свои возможности по уборке, радовался весь год, сделал все правильно, поборолся с сорняками, с вредителями, даже не пустил двуногих злодеев, чтобы щипали бобы, ну а потом почему-то комбайны не пришли. И потом ай-яй-яй, поле все белое от рассыпанного гороха, а в бункере мало. Поэтому уборка для гороха это самое главное. Мы уборку гороха заканчиваем до начала массовой уборки пшеницы и рапса. Это важно, поэтому опять же делаем свой выбор на сорта не более чем среднеспелые. То есть сорта позднеспелые, вот самый позднеспелый сорт в реестре, например, у нас это эссо австрийской селекции. Он созревает уже с пшеницей. Я ни разу не видел эссо хорошо убранный, потому что как только комбайны ушли на пшеницу, про горох могут на день-два забыть, потом начинаются проблемы. Ну хотя кому как, может быть кому-то это нужно, не знаю, но мы стараемся горох и подбираем сорта так, и горох мы должны убрать до пшеницы. Все, он уже должен лежать на складе. Спасибо. Как-то вы специально настраиваете технику, ну в смысле для упорки гороха, есть вот знаете, всякие приспособления, чтобы если вдруг он чуть полег, там как-то вот… Есть, но еще раз повторюсь, нужно постараться убрать до того, как он чуть поляжет. Вот это самое главное. Причем нельзя убирать его пересушенным, потому что вы его колете. То есть бывает так, что мы горох убираем не полный день. То есть начинаем с обеда, молотим полдня, дожидаемся следующего дня. Бывает так. Спасибо большое, да, Виктор Викторович. Спасибо за просмотр!